здравствуйте в этом видео расскажу про полис страхования обязательную автогражданку то есть то что должно быть у каждого водителя страховка которая должна быть у каждого водителя я сделал предыдущее видео действия при дтп пошли вопросы по полису по страховке у меня тоже появились вопросы по страховке я написал список интересующих меня вопросов позвонил страховую мне принципе любезно ответили на все вопросы какие были вопросы какие были вопросы обязательно ли фиксировать страховой случай в момент дтп в течение какого времени нужно подавать заявление обязательно ли нужен полис второго участника движения для оформления дтп то есть как бы скажем у человека нет полиса страхования либо он не хочет вам давать либо он неадекватный не хочет иметь никакое дело то снимается с меня ответственность или нет если у меня есть полис у человека нет вот такой момент да каких случаях можно оформлять европротокол есть пять правил при которых можно оформить европротокол если одно из правил будет нарушена европротокол действовать не будет тоже есть момент то будет если у человека нет вообще полиса что ему за это грозит перечень документов которые нужно подавать страховую то есть это ну как бы и дальше и так далее и так далее то есть я вам сейчас так по пунктам уже начну рассказывать чтобы понимали когда вы оформляете автогражданку страхуя якобы свой автомобиль на самом деле вы страхуете не свой автомобиль а тот автомобиль в который вы въедете то есть при ДТП, свой автомобиль вы будете чинить сами, а человеку, в который вы въехали, ему заплатят. Вы страхуете свою ответственность. Страховая компания несет ответственность за ваши действия. Если вы попадаете в ДТП и вы виновны, ущерб по вашей вине выплачивает страховая компания. Разные страховые компании предлагают разные суммы по выплатам. Они могут немножко отличаться, но примерно стоит оно одинаково. Зависит цена страховки от места проживания, где вы проживаете, крупный населенный пункт, либо маленький населенный пункт. Скажем, если вы проживаете в крупном населенном пункте, как в Киеве, эта страховка стоит примерно 1200 гривен. Если вы проживаете где-то в Силии, в ПГТ, в каком-то маленьком населенном пункте, то у вас страховка будет стоить 500 гривен. Она может стоить в 3 раза дешевле, может стоить в 2 раза дешевле и так далее. То есть, влияет еще какой у вас стаж вождения, но не сильно влияет, но также влияет. Но в основном, где вы проживаете. Сумма страховки. По сумме страховки тоже выплаты идут разные. Скажем, у меня идет по здоровью, если нанесен ущерб здоровью, 200 тысяч выплаты. Если имущество, скажем, на машину будет возмещение 100 тысяч. Но эти все условия действуют в том случае, если вы при ДТП вызвали полицию. Если вы оформляете автогражданку, там как бы немножко меняется. Я вам немножко дальше расскажу по этому делу. Также может страховка оформляться с франшизой, может без франшизы. Что такое франшиза? Это ту часть, которую заплатите в любом случае при ДТП. Скажем, это будет какая-то установленная сумма. Скажем, франшиза 1000 гривен. И если будет ДТП, вы кому-то разбили бампер и цена вопроса ремонта 2000 гривен, из этих 2000 гривен вы заплатите 1000 гривен. ДТП на 50 тысяч гривен, то понятно, вы заплатите всего 1000 гривен. Есть такая франшиза, для чего она нужна, когда сильно маленькая какая-то ДТП, совсем небольшая царапина, то человек просто сам рассчитался, разъехался. Так если нулевая франшиза, он думает, что я буду платить деньги, то в любом случае уже будет вызывать ГАИ, либо оформлять европротокол в таком плане. Есть франшиза, есть без франшизы. Если франшиза есть, обычно страховка стоит немножко дешевле. Если франшизы нет нулевая, то страховка стоит немножко дороже. Дальше буду по вопросам вам рассказывать, обязательно ли фиксировать страховой случай в момент ДТП. Обычно происходит ДТП, все сразу телефон звонят в страховую, хотя это на самом деле вообще не обязательно делать. Главное, чтобы в течение трех дней вы подали письменное заявление в страховую. Если вы физически это не можете сделать, вы попали, скажем, в больницу, да, и не можете позвонить, приехать, то у вас будет естественно выписка с больницы, и в течение трех дней после выписки вы тоже должны подать заявление. Если вы его не напишите, то, понятно, страховая вам тоже откажет. То есть у вас будет документ, что вы были в больнице, вы не могли этого сделать, написать, скажем, да. То есть у клиента есть три дня после ДТП, скажем, подать заявление, у пострадавшего есть целый год для того, чтобы подать заявление. То есть даже вот такая вот ситуация. Хотя, они говорят, что рекомендуется позвонить, потому что могут быть какие-то нюансы. Лучше позвонить и спросить, то есть вам даже будет так, самим спокойнее. Также практически сюда вопроса, нужно ли вызывать аварийного комиссара? Ну спросил обязательно, нужно ли аварийного комиссара вызывать. То есть аварийный комиссар может приехать, просто помочь вам оформить, скажем, ДТП, какие-то моменты сфотографировать и так далее. То есть не более того, то есть главное, б зафиксировали вы само ДТП. Скажем, либо полиция зафиксировала ДТП, либо Европротокол. Если вы сами никак не зафиксируете ДТП, то тогда страховая вам не заплатит. То есть условие страховой, оно должно быть как-то оформлено. Либо левый протокол, либо это должна быть полиция сделать. То есть либо так, либо так. Еще такой немаловажный момент. Вы обязательно должны предоставить машины на осмотр страховую. Если машины ехать не могут, то понятно, вы в страховой договаривались, куда приедет, скажем, аварийный комиссар, либо человек, который делает оценку, чтобы он оценил ущерб. Пока ущерб не будет оценен, автомобили чинить нельзя, ни один, ни второй. Если вы начнете сразу делать свой автомобиль, скажем, за день вы его взяли, его покрасили, все сделали, а я уже починил, то вам никто платить не будет. То есть это одно из условий. Если вы не предоставите автомобиль, не покажете ущерб, по страховке платить вам никто не будет. То есть обязательно нужно показать автомобиль. В течение какого времени нужно подать заявление, но я ответил, грубо говоря, в первом вопросе. Обязательно ли нужен номер полиса второго участника движения? Если у него его нет, либо он не хочет вам давать, то есть на вас это как-то влияет или нет. То есть вам вообще, если вы впадаете в ДТП, участника у второго нет полиса, либо он не хочет вам его давать, показывать, вам в принципе все равно. Главное, чтобы вы лично подали заявление в страховую, тогда будет с вас снята ответственность. Если вы, естественно, этого не сделаете, то с вас ответственности снято не будет. Как я вам и говорил, что у вас есть три дня для того, чтобы подать заявление. У пострадавшего, когда он уже поймет, что ему надо деньги, у него есть целый год, чтобы прийти и подать заявление, чтобы мы выплачивали сумму. Поэтому вам волноваться за то, что у второго участника будет страховка или не будет, то есть вам как бы не обязательно. Главное, чтобы она у вас была. Еще вопрос. Что грозит человеку, если у него не будет полиса страхования? Вы попали в ДТП, нет полиса. Либо вас остановила полиция, у вас нет полиса. То есть на самом деле всего лишь штраф 425 гривен в Украине. То есть в принципе не такая большая сумма. Но опять же, если вы подаете в ДТП, то вам придется платить все самому. То есть так, например, попали в ДТП, за вас заплатит страховая, а так вы будете это сами все платить. Поэтому лучше, естественно, страховка стоит около 1000 гривен. Штраф стоит 50% от этой суммы. Опять же, если вы в маленьком населенном пункте, то очень может быть, что страховка стоит гривен 400. И штраф равняется вашей страховке. Но проще, по-моему, оформить страховку и не бояться гаишников. Еще один момент по страховке. Интересный, только что в страховую звонил, уточнял моменты. Скажем, страховой полис оформляется на человека и на автомобиль. То есть здесь указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер кузова, все данные по автомобилю. Что делать, если вы дали автомобиль покататься другу, либо вы села жена и поехала? То есть у вас, получается, страховка оформлена на одного человека, за рулем по факту другой. То есть на самом деле полис распространяется независимо, кто за рулем. Главное, чтобы он был на законных основаниях. Что такое законные основания? Это у него должно быть водительское удостоверение и техпаспорт. Ну и в некоторых странах нужна еще, скажем, доверенность. То есть все, у него законные основания. Если человек сидит за рулем, не имеющим а то прав, скажем, вы посадили, не знаю, жену, она ездить не умеет, права у нее нет, водительское удостоверение, она попадает в ДТП, то страховка не действует. Еще такой немаловажный момент. Может быть так, что страховку оформил льготник, пенсионер, либо инвалид. И если он получил при оформлении полиса скидку, на основании того, что он инвалид, либо пенсионер, то этот полис распространяется только на него. Если вы попадаете в ДТП, полис был оформлен со скидкой, он на вас не действует. То есть тоже такой момент очень интересный. Поэтому если вы даете свой автомобиль, вы подумайте, у вас полис вообще как застрахован. То есть независимо, кто за рулем, либо все-таки с какими-то льготами. То есть если у вас есть какие-то льготы, то, конечно, тут немножко опасно. Потому что если попадаете в ДТП, то, понятно, вам придется выплачивать все самому. То есть страховка уже не действует. Еще вопрос. При каких условиях можно оформлять европротокол? Есть 5 правил, при которых можно оформить европротокол. Если одно из правил будет нарушено, то европротокол оформлять нельзя. Немножко сразу отойду от темы. То есть если вы оформляете европротокол, как я вам и говорил, скажем, в страховке прописана сумма по выплатам, скажем, прописано 100 тысяч на имущество и 200 тысяч на здоровье. Эти суммы действуют только в том случае, если вы оформляете с полицией. Если вы оформляете европротокол, то максимум вы можете выплатить, вам будет от 50 тысяч гривен. Это в Украине 50 тысяч гривен. То есть в России я читал, там вообще 25 тысяч рублей. То есть опять же таки, смотрите, в Украине 50 тысяч гривен это порядка 2 тысяч долларов. Это приличная сумма. В России это 25 тысяч рублей, это не знаю 400-500 долларов. То есть сильно там не разгуляйся на эти деньги. Поэтому в Украине немножко безопаснее, скажем, оформлять европротокол по выплатам. То есть, скажем, представьте, у вас ДТП серьезное, там 100 тысяч выплата, вы оформили европротокол, вы всего вам заплатят по страховке 50, остальные 50 вы будете платить сами. То есть поэтому тут надо смотреть, что если ущерб большой, либо вы не можете оценить сумму ущерба, то, понятное дело, обязательно вызывайте сразу страховую. То есть европротокол оформляется только при каких-то простейших ДТП, то есть несерьезным ущербом. Сейчас я вам расскажу 5 правил, при которых можно оформить европротокол. Если одно из правил будет нарушено, то страховая миссия не заплатит. Они все, в принципе, логичные. То есть должно быть всего 2 участника, и у 2 участников должны быть действующие полюса. То есть непросроченная страховка. Если этого нет, то, понятное дело, оформлять нельзя. Если у второго участника вообще нет полюса, то только вызывать полицию. По-другому никак вы не разойдете, если вы хотите, что страховая выплатила за вас ущерб. То есть следующее правило. Один из участников признает свою вину. Нет спорных вопросов. То есть, скажем, на пешеходном переходе кто-то притормозил, вы догнали его в ЗАД. То есть в любом случае вы признаете свою вину. Там вариантов других нет. То есть по-любому виноваты. То есть в этом случае тоже. То есть пострадавшим будет достаточно суммы в пределах 50 тысяч гривен. То, что я вам и говорил. Ну, в России, по-моему, 25 тысяч рублей всего. То есть то, что я смотрел, там читал. То есть опять же так, если вы видите по ущербу, что там всего бампер этой суммы точно будет достаточно, то можно тоже не вызывать, скажем, полицию, можно оформлять европротокол. То есть еще одно правило. Нет пострадавших по здоровью. То есть если есть пострадавший по здоровью, тоже европротокол оформлять нельзя, только вызывать полицию. Ну и последнее правило тоже логичное. Нет алкогольно-наркотичного, токсичного воздействия на человека. То есть если он в алкогольном опьянении, то тоже вызывать нужно обязательно полицию, то есть Европротокол оформлять нельзя. То есть 5 логичных правил, при которых в любом случае, если есть нарушение в одному из этих правил, то есть человек, к примеру, не признает свою вину, все в любом случае полиция. Вы не понимаете, сколько ущерб будет по выплатам, все вы вызываете полицию. Вы вообще не понимаете, как в Европротокол вызываете полицию. То есть если вам что-то непонятное, вы всегда вызываете полицию, то есть это будет верняк. Потому что может быть, что вы не вызовете, оформите Европротокол, по факту как бы да, потом получится, что вы еще виноваты и вам страховая не заплатила. То есть тоже можно так попасть. Поэтому если есть какие-то сомнения, всегда вызывайте полицию. Смотрите еще на такой момент по оформлению европротокола. То есть по правилам, как я говорил, один из участников должен признать свою вину. Да, 100% вина, я виноват. Вы оформляете европротокол, при том приезжает страховый, он говорит, что я не виноват. То есть как бы вспоминает какое-то правило, либо еще что-нибудь, да, его что-то переклинивают, говорит, я не виноват. Если страховая заказывает экспертизу, то есть начинает разбираться, кто виноват, то получается уже спорная ситуация. Если ситуация спорная, значит вам откажут в выплате по страховке. Получится, что у вас не оформлено никак ДТП, европротокол не действует, полицию вы не вызвали. И по факту получается, что вы должны заплатить ему самому, как бы, да, оплатить ремонт. Но опять же таки, человеку, которого вы догнали, включать заднюю, говорить, я как бы, ну, скажем, не виновен, там, да, скажем, уже нет смысла. Потому что получается, что если вы виноваты, да, вы как бы должны человеку денег, и тут вы говорите, я не виновен. Получается, что страховка сразу не действует, и вы должны ему оплатить. Ну смысл вам включать как бы заднюю, да отказываться Но в разные ситуации разные бывают, мало ли что там как бывает в жизни Поэтому если есть подозрения на то, что человек скажет, что я не виноват, начнет как-то петлять Сразу вызывайте полицию Также добавить можно сюда, что многие спрашивают, типа Если вы оформили европротокол, то есть нужно двоим участникам сразу ехать в страховую Тоже не обязательно, может приехать один участник в течение трех дней, подать заявление Главное, чтобы вы не чинили автомобиль и не делали ничего по ремонту Чтобы вы предоставили два автомобиля, как я вам говорил, на осмотр В течение года может вообще приехать второй человек То есть, ну понятно, так растягивать никто не будет То есть, вы можете не ехать, это не обязательно, что вы должны приехать, я же говорю, одновременно вместе То есть, ну конечно, в идеале договориться на какое-то время, на какое-то день, спрашивать ТТП Приехать вместе в страховой, я думаю, так будет проще Хотя это тоже не обязательно То есть, самое главное, чтобы вы не чинили автомобили сами, предоставили их на осмотр После того, как вы предоставили на осмотр, тогда уже можно делать что-то по машинам, какой-то ремонт Еще вопрос, перечень документов, которые нужно подавать в страховую То есть они тоже все логичные, все те документы, которые есть, скажем, у вас дома, либо при себе. Но в основном, смотрите, какие нужны документы. То есть протокол, который вам выдаст полиция или оформленный ДТП-бланк европротокола. То есть либо так, либо так. То есть оно, как я вам и говорил, обязательно должно быть оформлено. Либо европротокол, либо полиция. Если у вас нет никакого протокола, ни евро, ни такого, все, вам уже никто ничего не заплатит. То есть это обязательный документ. Потом техпаспорт на автомобиль. Ну понятно, да, то есть ваше свидетельство о регистрации автомобиля. то, что у вас в любом случае есть водительское удостоверение, либо временный талон, который вам выдадут, если у вас будет ДТП, вызовите полицию. У вас у виновника ДТП, ну, по крайней мере, в Украине забирают права водительского удостоверения до суда, поэтому вам выпишут временный талон. То есть вы должны предоставить этот талон, то есть если нет водительского удостоверения, то талон. Водительское удостоверение, паспорт, идентификационный код, ну, то есть паспорт ваш личный, идентификационный код, то, что у вас есть. И транспортное средство на осмотр, вот и все. То есть, по сути дела, документы собирать никакие не нужно, они все у вас есть. То есть, протокол, техпаспорт, удостоверение водительское, паспорт личный, идентификационный код, все, вы приехали на машине, показали. Больше вам ничего не нужно, вот и все документы. Вопрос еще один. В течение какого времени происходят выплаты по страховке? То есть, по закону, всем страховым компаниям дают 90 дней на урегулирование вопросов по выплатам. То есть, после того, как вы подали последний, скажем, документ о реквизитах, куда вам нужно переводить, скажем, деньги, вы договорились, документы все подали, для страховой 90 дней. Но обычно 90 дней никто не тянет. Кстати, 90 дней, это 3 месяца, что 3 месяца будет машина стоять. То есть, обычно урегулируется вопрос в течение недели, 2-3. Опять же, скорость вопроса зависит от чего. Если вы пригнали машину на осмотр, сделали калькуляцию, посмотрели, назвали вам сумму, вы с этой суммой согласны, то есть, то, что считала вам страховая, тогда будут выплаты очень быстро. Я даже разговаривал с одним аварийным комиссаром, он говорит, что выплаты по страховке, если идут до 5000 гривен, то есть, такие небольшие суммы, то даже никто особо не рассматривает, просто выплачивают сразу. Если суммы большие, понятно, начинают считать, смотреть, сколько там. То есть, если человек согласен с суммой, которую предлагает страховая, то сумму выплачивает быстро. Если человек, понятно, не согласен, опять же, идет независимая экспертиза и так далее, и так далее. Это все растягивается, растягивается, это все, естественно, затягивает время. Если человек согласен с тем, что предлагает страховая, то это обычно происходит неделя-две. Но это то, что мне, как бы, обещали в страховой, скажем, да, то есть, как бы, как оно по факту. Хотя, по факту тоже я разговаривал с человеком, тоже он попал в ДТП с Жигуленком, Жигуленку выплатили 19 тысяч гривен. То есть, на самом деле, там, я не знаю, человек этот Жигуленок починил, наверное, за 5000 гривен и еще там заработал себе кучу денег. То есть, наверное, в ладоши хлопал после ДТП, что он попал, начали бы он не рад, но когда ему страховая денег дала, то он, наверное, обрадовался. Ну, не всегда так, конечно, происходит, но по выплатам, скажем, то есть, максимум 90 дней. Даже если вы начнете там как-то экспертизы, заказы и так далее, то есть, 90 дней у них есть все равно для выплат, но обычно происходит быстрее. В общем, те вопросы, которые меня интересовали по страховке, я позвонил в страховую, составил список, рассказал вам. Если еще есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, то есть, на какие знаю, найти отвечу. В общем, думаю, информация будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также буду добавлять еще новые видео с полезной информацией для вас. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!